Всем привет, меня зовут Максим Епихин, я представляю русскоязычное сообщество по GameGuru. И в этом видеоуроке мы продолжим изучение программирования. Но мы не будем уже разбирать так все по кусочкам, как все работает, а будем делать уже непосредственно те вещи, которые являются нашей целью. Целью этого видеоурока является создание глобальной системы денег, как получать эти деньги и как их тратить. Что ж, давайте приступим. Для начала перейдите в папку GameGuru File Script Bank. Создайте скрипт money.lua и откройте вместе с ним скрипт global. В скрипте global я перед объявлением функции закомментировал и назвал сектор ownVariables, то есть это собственные переменные, и написал переменную currentMoney равное нулю. Соответственно, это же является переменной, где будет храниться текущее количество денег. скрипт money.lua выглядит именно вот так. Я не мог сначала понять, как приращивать стринг к int, точнее int к стрингу, но потом мне подсказали на форуме. Оказывается, здесь нету такой понятия, как плюсик. То стринг тоже не нужен, а пишется две точки. Если вы знаете что-то по этой теме больше, чем я, я был бы очень рад, если бы вы мне скинули ссылочку на документацию по простым функциям. То есть, например, как перевести int в стринг, как их соединять, операции между переменами и так далее. Буду очень благодарен тому, кто это скинет. Ну, собственно, вот так выглядит наш скрипт. Он просто выводит, постоянно выводит текст money, две точки, чтобы сделать превращение текущих денег, которые являются, ну, знаковыми, да, то есть целочисленными, там, может быть, нецелочисленными, как получится, к текстовому типу. Вот, значит, теперь переходим в гемгуру, добавляем любой объект. В properties мы ему должны поставить скрипт, наш money, который мы создали. Давайте поставим маркер, чтобы появиться рядом с бочкой. Ну, а также можете добавить какой-то свой пустой объект, например, который не имеет ни коллизии, ничего. То есть, чтобы он чисто хранился скриптой. И давайте запустим нашу игру и посмотрим, как эта система в данный момент будет работать. Дальше мы, соответственно, разберем, как можно получить эти деньги и как их потратить. Ну, на самых простых примерах вы там уже можете и посложнее сделать, но в следующем уроке будут как раз уже демонстрации сложных действий только уже другой системы, но она будет контактить с этой. Итак, мы видим, что внизу действительно появился текст money и показ текущего количества денег. Так, сейчас я все тут по минимуму поставил, а то у меня сейчас еще при записи низкий фп слишком. Вот. Так, давайте теперь продолжим. Не буду пока третьего лица делать вид. Нам нужно какое-нибудь условие, что... Давайте сделаем условие, что если мы находимся вблизи вот этой области, например, 100 метров... Ой, 100 метров... Хотя бы метров 5. То мы должны будем нажать кнопку E и у нас появится непосредственно... Ну-ка, появится надпись, которая говорит нажмите E, чтобы получить денег. Сейчас я, честно говоря, уже забыл, как называется эта самая функция, но это очень легко вспомнить, если перейти на наш сайт ggengin.ru, документацию, и посмотреть, что у нас выводит рядом с объектом... Вот, local это объект E и текст STR. Отлично. Так, сайтик пока мы оставим. Ну что ж, давайте мы теперь делаем условие, если... А, нет, нам нужно еще playerDistance. PlayerDistance равно getPlayerDistance. Проверяем, правильно ли мы написали функцию... Вот, getDistance... А, просто distance, а, нет, playerDistance, yes. Он принимает E, все правильно. И мы теперь пишем условие, if playerDistance меньше 500, например... end... А, нет, не нужен нам end. Then... Здесь пишем end. Теперь мы пишем условие, новое, if... Также переходим в скрипт global, то есть основное программирование идет вот таким образом. Нам нужна переменная, которая нажатие клавиши. Вот, if GKEYPRESSE... Так, давайте... If GKEYPRESSE равно 1... Давайте он принимает 0, изначально 0... Then... End... Вот наши простые условия, но... Когда дистанция становится меньше... Меньше указанной, давайте выведем текст... У этого объекта... С... Текстом... Press E... To get... Money... И здесь, соответственно, мы будем получать эти деньги. То есть мы делаем... Current Money... Плюс равно... Ну, я почему плюс равно пишу, потому что... Хочу большое значение, например, плюс равно 20. По сути дела, по логике это все правильно, но... Сейчас мы будем это дело проверять и пытаться исправить, если найдутся какие-то ошибки. Поэтому не судите строго. Программирование на Lua и под GameGuru простое, но не всегда. Вот видите, у нас на одиннадцатую строчку жалуются, что... На плюсик... На плюсик... Так, на плюсик у нас пожаловался. Так... Давайте проверим еще раз. Давайте... Current Money равно... Current Money плюс 20. Ну и точки запятые все уберем, поскольку Lua это на самом деле не требует. На текущее количество ноль денег... Давайте я отойду, чтобы было понятней. Вот, пятихатка... 500... Это вот это расстояние. Оно достаточно большое, поэтому его сейчас сократим. Написано Get E to Get Money. Но мы сначала попробуем нажать просто E и видим, что у нас не добавляются деньги, но когда мы заходим в область и нажимаем E, у нас тоже ничего не добавляется. Так... Значит, у нас не работают условия по GK Press E. Значит... Так правильно, потому что я EOK написал с маленькой буквы. Вот. Это моя ошибка. Давайте теперь тягомотно ждать новую загрузку нашей игры для тестирования того, что... скорее всего будет работать. Ждем. Да, действительно работает, но почему-то добавляется по 60 вообще. Тут у нас видно, что не добавляется. Вот сейчас PD должно стать 120. А, это если удерживать. Вот если... Нажимать. Так вот, неспешно, знаете, без задержки мышки, то добавляется по 20. Ну, у нас здесь Press. Давайте мы попробуем GnK, а теперь переменную для тестирования. E. Ну, нет, давайте большой. Мне кажется, регистр не будет учитываться в данном случае. Ну так, но мы видим, что действительно скрипт уже работает именно так, как нам надо. Он действительно добавляет перемены. А теперь мы после очередной проверки сейчас будем тестировать условия отнятия денег. Но мы тоже какие-нибудь такие ложовенькие придумаем, чтобы легкие были совсем. Так, вот эта ситуация у нас не работает. Давайте проверим, точнее посмотрим почему. Для этого мы можем открыть какой-нибудь другой скрипт. Предположим, эму. Я точно... Не точно, конечно, но уверен, что у нас там будут нужные элементы для проверки. Нет, нету. Так, тогда давайте откроем какой-нибудь еще, где у нас может выводиться здоровье или что-нибудь из здоровья, но вряд ли. Что-то с персонажем связанное. Может быть, проксимайн, нет. Так, смотрим на нажатые клавиши. Нету тут ничего. Смотрим в япону. Здесь точно должно быть что-нибудь. Роджинки. У нас где-нибудь. press E to pick. Так, GKT. Все пишется с маленькой буквы. Давайте попробуем, но мне кажется, что проблема не в нас, а проблема в том, что... Так, давайте системный язык тоже сейчас поставим на английский. Мне кажется, проблема в том, что E клавиша она зарезервирована и не может быть передана через параметр GnK. Ну, мы сейчас это все дело посмотрим, решим. Но она работает аналогичным образом. Никакой задержки перед начислением нету. Ну, ладно. Ладно. Это пока не столь существенно важно, как то, что сама система была реализована. Поэтому давайте мы теперь создадим какое-нибудь еще условие, по которому у нас будут отниматься деньги. Ну, предположим... Ну, давайте посмотрим какую-нибудь глобальную переменную. Предположим, мы умрем. Да, мы умрем, но у нас отнимутся деньги. Так. Пока что я вижу только одну переменную. Так, это искусственный интеллект. Здесь функции смерти пока я не вижу. Что-нибудь там с игроком связано. JumpToLevel. FinishHeight. Так. Это... Так. Ну, что ж. Пока что, на самом деле, ничего не видно. Значит, мы будем использовать эту переменную. Итак. Итак. Мы также должны будем уже только за пределами вот этого условия написать. Если... GPlayersLife меньше единицы, например, то... CurrentMoney равно... CurrentMoney минус 20. Дабы наш персонаж умер, мы создадим... Мы создадим еще одно условие. Вот здесь. Предположим клавишу R. Давайте T, T, T. To... Чтобы умереть. Проверяем, если... Вот такое же у нас условие. Если нажата клавиша T, тогда... Наша переменная... Плэер. 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 Соответственно, наша... CurrentMoney равно минус 20. Но, поскольку здесь пока у нас... хп не будет отниматься наверно это уже привычка такая давайте еще установим на set player health как то так она функция называется set вот вот она так но пока что сделаем так и проверим проверим что же будет у нас сейчас появляется сейчас по сути дела должно появиться сообщение нажмите е для получения денег и ты чтобы умереть соответственно сейчас получим деньги потом мы нажмем на кнопку т у нас становится ноль жизни ноль хп по сути дела мы умерли и и у нас должно отняться какое-то количество денег вот 20 40 давайте я удержу кнопку чтобы показать наглядно 720 нажимаем т и мы умираем но у нас здоровится почему-то возьмите ходить мы не можем вот вот но lives у нас осталось все равно дайте закомментируем и и и и равном на трем но нам то нужно чтобы это стало 0 равна поэтому сейчас будем смотреть что же будет если убрать отнятие хп и вообще работает ли перемена player lives давайте мы сразу нажмем кнопку т процент после дела его устанавливает но этого почему то мы не видим наши условия срабатывает только тогда когда когда количество жизни меньше единицы в суде правильно может быть она автоматически пополняет на самом деле или просто не отображается не надо в скриптах может какой-то баг движка но по условиям то у нас все правильно получилось и эта система работает так что же мы научились сейчас добавляя деньги отнимать при каких-то условиях в следующем уроке мы рассмотрим с этой же системы но более сложные условия такие например как покупка каких-то вещей и например их продажа то есть мы например будем покупать оружие и будем его продавать что ж на этом пока все всем спасибо за внимание с вами был макс надеюсь этот урок вам понравился вы что-то поняли что-то вынесли для себя нового но если это было для вас не новое тогда вы просто обновили свои знания я на самом деле тоже очень этому рад еще раз спасибо всем за внимание с вами был Максим Епихин я представляю официальное русскоязычное сообщество по геймгуру подписывайтесь на наш канал посещайте ежедневно сайт там очень много всего интересного также вступайте в нашу группу вступайте в дискуссии которые образуются в обсуждениях читайте новости комментируйте проявляйте свою активность я буду за это вам очень сильно благодарен всем спасибо всем удачи в разработке спасибо спасибо спасибо